Если новогодние каникулы закончились, а желание отдыхать осталось, оказаться на шезлонге под лучами теплого солнца не проблема. Из Самары напрямую сейчас можно улететь в Арабские Эмираты, Вьетнам, Египет и Таиланд. Причем в бывшие Сиам летают как прямые рейсы, так и стыковочные с пересадкой в Москве продолжительностью не более двух часов. Если перспектива добираться на отдых через Москву вас не смущает, перед вами открываются новые возможности. Москва не так далеко. Из Москвы мы, конечно, большую географию захватываем. Также мы можем улететь в Венесуэлу, Кубу – это кто скучает по Карибам. Мальдивы – они есть и из Самары, есть и из Москвы. Ну и в принципе все направления есть, поэтому мы можем улететь просто разными рейсами, чартерами и регулярными рейсами. Регулярными рейсами можно добраться до Индонезии и Малайзии. Россия тоже ждет туристов. Из Самары можно улететь в Сочи, на Кавказ, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск. А любителей активного отдыха ждут горнолыжные курорты – Домбай и Приэльбрусье. Также туристы сейчас осваивают Татарстан, Башкортостан, Нижний Новгород. А весной для любителей релакса из Самары откроется Турция. Новость, всколыхнувшая туристов по поводу того, что теперь в Таиланд можно попасть только при наличии прививки от коронавируса или справки о том, что вы недавно переболели, не подтвердилась. Тайцы, да, они ввели такую систему, но они же не могут только для Китая ввести. Это не политкорректно. Поэтому это было адресовано также и на Россию, Казахстан, самые ближайшие страны, которые летают. Для нас все без изменений. Мы прилетаем без QR-кодов, без каких-либо справок, без сдачи ПЦР-тестов. То есть для нас оставили те условия, которые по факту и были. Отдохнуть в Сочи можно от 18 до 50 тысяч рублей за человека в зависимости от сезона и дат. В среднем отдых по России на двоих на неделю на завтраках будет стоить от 40 тысяч рублей. Это как горнолыжные курорты, так и отдых со здоровлением. Арабские Эмираты обойдутся в 50-60 тысяч и более. Таиланд предлагают от 70 тысяч рублей завтраками на 10 ночей. Из Москвы на Кубу можно слетать от 80 тысяч рублей на человека. При этом с питанием по системе все включено. В эту же сумму обойдется и Венесуэла. По словам специалистов, сейчас повышенным интересом стали пользоваться Санкт-Петербург и Калининград. А весной туристов ждут новые направления. У нас в 2023 году ожидается развитие этого направления. Волгоград – это совершенно новое направление. Также теплоходы. У нас теплоходы стали курсировать до Перми. То есть это большие такие круизы, прекрасные круизные лайнеры, которые, конечно, мы не сравниваем с иностранными, с итальянскими, допустим, арабскими Эмиратами, но очень комфортно. И, конечно, не стоит забывать о Казахстане, который стал новым туристическим направлением. Особенно после того, как там, на берегу Каспийского моря, открылся пятизвездочный отель, предлагающий туристам отдых по системе «Все включено» с детской анимацией. Виктория Шарая, Константин Головин. События.